Эта история Леонида Млечина для тех, кому небезразлично наше прошлое. Всякий раз в эти августовские дни вспоминается путь 1991 года. Не только потому, что это было по-настоящему драматическое событие, погибли люди, а многие тогда боялись, что произойдет настоящее кровопролитие, но и потому, что эта августовская история по существу окончательно решила судьбу единого государства. Почему путь, государственный переворот, был предпринят 19 августа? Потому что на следующий день было намечено подписание нового союзного договора. Это был документ, который связывал республики Советского Союза. Имелось в виду предоставить им куда большие полномочия, куда большую автономию, куда большие права. Но Советский Союз, единое государство, сохранялся. Путь поставил на этом точку. После августовских дней одна республика за другой стали фактически уходить из Советского Союза и оказалось, что он обречен. А ведь, между прочим, те люди, которые устроили события 19 августа, потом будут говорить, что ими двигало именно желание сохранить Советский Союз. Давайте попытаемся разобраться, что ими двигало на самом деле. Потребность в больших правах, в большей автономии была совершенно очевидной. Советский Союз был таким унитарным государством, которое формально был федерацией, а на самом деле союзом советских социалистических республик. На самом деле это было унитарное государство, где абсолютно все решалось в центре. И, конечно, это раздражало национальные республики, раздражало и области Российской Федерации, и автономные республики, и автономные области. У нас была сложная такая система административного устройства. И люди на местах хотели иметь право решать какие-то местные дела самостоятельно, не отрежая всякий раз гонцов в Москву и не обращаясь с просьбой к руководству партии и правительства. Новый вариант союзного договора позволял учесть эти пожелания и, еще раз скажу, сохранить единое государство, что в тот момент казалось совершенно естественным и нормальным делом. Почему же участники ГКЧП сорвали этот процесс? Борис Николаевич Ельцин, Михаил Сергеевич Горбачев предложили тогда свое объяснение. В августе, за несколько дней до путча, была устроена встреча президента СССР Горбачев, президента России Ельцин, голова Казахстана Нурсултана Назарбаева. Они встретились втроем и обсуждали ключевые вопросы. Не только текст союзного договора, он был практически согласован, но и важнейшее кадровое решение. Имелось в виду, что в новом государстве и будут новые руководители, и что главой советского единого правительства станет руководитель Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. Имелось в виду отправить в отставку, естественно, премьер-министра Павлова, недавнего министра финансов, руководителя комитета госбезопасности Кручкова, министра обороны Язова и еще целый ряд чиновников, которые, как казалось, трем президентам отстали от жизни и мешают движению страны вперед. Эта встреча происходила, естественно, в закрытом помещении, но закрытом не для всех. Все мероприятия президента страны обеспечивала служба охраны. Так вот, Михаил Сергеевич Горбачев и Борис Николаевич Ельцин рассказывают, что потом, после августовского путча, они видели запись их разговора. Сотрудники комитета госбезопасности, по их словам, по указанию председателя комитета, Владимира Александровича Кручкова, записали их разговор. Следовательно, и сам Кручков имел возможность прочитать, что сам он останется на должности очень недолго. Едва ли ему это понравилось. Он об этом мог рассказать и другим чиновникам. И министру обороны Язову, и премьер-министру Павлову, и другим, кого ждала отставка. Но думаю, что дело было, конечно, не только в кадровых делах, хотя никому из чиновников не хочется расставаться с должностью. В нашей стране это катастрофа, это где-нибудь в Соединенных Штатах, во Франции или в Германии. Человек уходит с министерского поста, до конца жизни называют господина министра, и в жизни ничего не меняется. Он нас вышел на пенсию, и никто тебя не узнает на улице. Всем памятные истории, как недавний руководитель Москвы, член политбюро Виктор Васильевич Гришин, он просто умер в очереди в собесе. Уже никто его не признавал, не узнавал, и никаким привилегиям он не пользовался. Поэтому все советские чиновники всегда делали все, чтобы держаться за должность до последнего. Но думаю, что дело было не только в этом. Само изменение жизни, конечно, очень многих советских чиновников не устраивало. Им не нравилось все то, что делает Горбачев, им не нравилось развитие событий. Именно поэтому они попытались силой остановить это движение вперед. Возникает вопрос, почему у них ничего не удалось? Ведь в ГКЧП вошли практически все руководители страны, кроме, собственно говоря, самого президента, вице-президента Янаев, глава правительства Павлов, председатель комитета государственной безопасности, министр обороны, партийный аппарат, государственный аппарат, чекистский аппарат, казалось бы, все было задействовано для того, чтобы добиться успеха. И ничего не получилось. И очень многие говорят о том, что причиной тому стала реакция людей. Что вот люди вышли на улицы, они протестовали, и ГКЧП испугался. Нет, люди вышли на улицы не сразу. Я хорошо помню 19 августа. Я проснулся вчера, пошел на работу. Мне мама позвонила и говорит, ты слышал сообщения по радио, еще не слышал. Я выслушал, побежал на работу, я работал тогда в еженедельнике «Новое время», располагался на Пушкинской площади за кинотеатром России. И пока я шел, пешком пошел. Я уже думал, что, конечно, приду, а дверь, наверное, уже закрыта, опечатана, потому что даже охрана стоит. Прибежал очень рано. Никого нет, ни полиции, ни милиции, ни военных, ничего. Поднялся на третий этаж, зашел в кабинет главного редактора, у него стоял аппарат правительственной связи, АТС-2. Снял, думаю, уже отключил. Нет, работает. И, честно говоря, мы весь день работали, готовили номер, писали о том, что происходит, связывались с авторами, и я был уверен, что вот в каждую минуту сейчас появится какой-нибудь патруль, нас всех выставят, закроют, и на этом все конец. И более того, 19 августа, поздно вечером, уходя из редакции, забрал там какие-то личные вещи у меня лежали, там был паспорт, еще какие-то документы, я все рассовал по карманам, думая, что все, я больше сюда уже никогда не вернусь. Но 20-м году, когда я прибежал, оказалось, что редакция по-прежнему функционировала. Я думаю, что провал путча был связан с двумя обстоятельствами. Первое. Люди, которые попытались изменить судьбу, ни на что не годились профессионально. Это были люди, не способные ничего делать. Это лишенные самостоятельности, привычки принимать на себя ответственность. Это была характерная черта для советского чиновничества. Наверх поднимались не те, кто обладал какими-то способностями, талантами, недоровитые и умелые люди, а те, кто умело приспосабливался к исполнению начальнической воли. Это первое. Второе. Что достаточное число советских чиновников не пожелали уводить страну с того пути, по которому она шла. Поэтому немалое число людей, в том числе и специальных служб, оказались в тот момент не на стороне ГКЧП, а на другой стороне, на противоположной. В частности, руководство комитета государственной безопасности Российской Федерации. В мае 1991 года был создан КГБ РСФСР. Об этом не все знают. Он был создан, потому что в Российской Федерации должны быть все органы исполнительной власти. Комитет возглавил Виктора Валентиновича Иваненко. Он получил генеральские погоны. Так вот, он и его товарищи, его сотрудники заняли позицию рядом с Борисом Николаевичем Ельцином, рядом с руководством России. И поразительным образом аппарат Комитета государственной безопасности, провинциальный аппарат, по существу путь не поддержал. Чекисты внимательно наблюдали за тем, что происходит в Москве и не спешили поддержать своего председателя. Владимир Александрович Крючков. Он по существу не смог мобилизовать свой собственный аппарат в поддержку того дела, за которое выступил. Еще раз скажу, потому что, во-первых, эти люди ни на что не были способны, во-вторых, они не были убедительны, и многие люди, уже многие чиновники хотели в стране перемен. Это очень важное обстоятельство, которое не надо забывать. И вот увидев, что аппарат, который взялся провести в стране государственный переворот, на самом деле все-таки опасается, не готов, не собирается стрелять в людей, вот увидев это, люди вышли на улицы, и путь рухнул, и его руководители лишили должностей, отправились в тюрьму, и поначалу даже дали очень правдивые показания, которые легли в основу того следствия, которое провела российская прокуратура. И мы, редкий случай, такой для историков очень важный, мы располагаем практически всем объемом документов, связанных с августовским путчем 1991 года. Но главное последствие этого путча было, конечно, не смена этого чиновничьего аппарата, а тот крест, который был поставлен на судьбе единого государства. Но мы с вами впредь будем обращаться к событиям, которые на самом деле не утратили своего значения. Но чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео и подписывайтесь на мой канал в YouTube.